У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жомар Тукаев, президент Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И сейчас, в 2021 году, здесь так и не построили здание красивее вот этой мечети. Вот так выглядит город. Ну давайте посмотрим, как здесь живут люди и что для их благополучия и для благополучия города делает таким. Жаркент – город и правда древний. Это коляска какого года? Я даже не знаю. Даже не знаете? Нет, не снимайте, пожалуйста. Это, наверное, 70 какого-то года, да, коляска? Я давно не видел такие коляски. Это ваша коляска? Да. Еще, наверное, детей своих там, да? Нет, нет, я это взяла у кого-то. А, ну ладно. Как живется в Жаркенте? Ничего, хорошо. Хорошо? Да. Вот вы продаете, да, чай, кофе. Да. А другой работы нету, да? Нету. То, что сразу бросается в глаза – это мусор. Представляете, такие кучи лежат прямо на центральных улицах. Во дворах картина не лучше. Так выглядят многоэтажные дома. Это копоть от пожаров. Они здесь случаются очень часто. Все потому, что центрального отопления нет, а согреваться надо. Это было утром, 4 утра. Я думал, салют какой-то. Оказывается, здесь квартиранты жили. Золу высыпали и загорелось. Хорошо, что мы вовремя проснулись и потушили. Вот как-то так. А раньше было центральное? Раньше было. Раньше в советское время все было. Хотель на Балавовом там. Там уже построили медкомплекс. Детская площадка в таком дворе соответствующая. В некоторых районах есть детские площадки, но на наш двор нету, короче. То есть, видите, вон поставили, мы сами поставили ехать. То есть, Акимат ходили вообще, говорили? Акимат ходили, да, говорили. Здесь раньше даже этих не было, мусорных ящиков, да. Потом мы ходили в Акимат, хотя бы нам поставили три мусорных ящика. И все, остальное мы сами все делаем. Видите, дом разваливается весь. Там вот, смотрите, проходят дети. Опасно для жизни же это же, видите? Есть и новые детские площадки в Жаркенте. Три. На весь Жаркент три вот таких площадки? Да, три у нас благостройки. Дальше туда еще 150-200 метров пройдешь. С левой стороны там пятиэтажка будет. Тоже такой двор. И снизу такой еще один. И все, больше в Жаркенте таких площадок. И вот люди шаги снизу приезжают, играют. И сразу мы вывозки сделаем. Я прошу прощения, я правильно понимаю, у этой детской площадки есть режим работы? Детская площадка с режимом работы. У меня все. Что касается частных домов, которых в городе большинство, то у них главная проблема – это газ. Его в Жаркент провели давно, но только в домах до сих пор не везде. Дорогое это удовольствие. 800 тысяч? 800 тысяч вот. Почти миллион, чтобы газ провести? Да, почти миллион газ провести. Это вообще беспредел, нету нигде такой. А Кимак жаловали что-то? Они знают. Они знают Акимак? Они знают, конечно, как же это. Люди жаловались, что это такое. 800 тысяч, куда это? А где взять эти деньги? Откуда взять? Работы нет. Такой цены нигде нет. В прошлом году наши коллеги приезжали в Жаркент и рассказывали о ситуации с омерзительным запахом в городе. Идет он от местного завода. Чиновники тогда обещали решить проблему. Но вонь и ныне там. Вот когда, например, под утро, с каким-то непонятным ощущением просыпаешься, как будто кто-то тебя душит. Ты знаешь, что во сне человек запах не чувствует? Но он задыхается. И от этого задыхаешься, как просыпаешься, оказывается, это запах от завода. Окно открыто, видишь? Да. Едем дальше по разбитой дороге. Видите ямы? А ведь этот асфальт совсем недавно ремонтировали. Правда, время выбрали не лучшее. То есть вот эту дорогу делали перед Новым годом? Да. И уже так вот, да? Да, вот, смотрите, сколько ям. Она отвалилась уже, зимой не будешь держать? Конкретно на какой улице делали зимой? Везде, весь город ямочную работу сделали. Прям зимой? Зимой. Когда снег шел. Что ж, вопросов к Акиму более чем предостаточно. Идем в район на Акимат. Но оказалось зря. Аким Панфиловского района был в отпуске. Кто только не должен был вместо него к нам спуститься. Но в итоге общались с охранником. Исполняющий обязанности Акима? Сейчас заместитель Акима. Нормалдой в толкотке нет еще. Должен приехать. А исполняющий обязанности Акима кто? Исполняющий обязанности Акима? Курбан Шукрат Пурганиевич. Он где? Он по работе уехал. По работе? Не знаю. Точно не знаю. Только что говорили, что на похороне он был. Ну я так слышал, я не знаю точно. Сейчас кто к нам в Акиме спустится? Сейчас должен заместитель Акима района. Нормалдой в толкотке. Время уже почти три. Руководитель аппарата Акимата. В Акимате? Руководитель аппарата Акимата. Сейчас пока нет. Никто из руководства Акимата так и не вышел. Вместо них спустилась девочка с бумажкой, к которой официально говорится, что Аким в отпуске. А где все остальные, она тоже не в курсе. Я их не видела. Не видели, да? Не беда. У нас же есть еще Аким города, которого найти оказалось намного проще. С ним и пообщались. В этом году еще тендер не разыграли. Тендер не разыграли. Один раз уже разыгрывался тендер, но нету этих участников. Никто не хочет заниматься этим? Там какие-то требования. Там же определенная сумма от 30 до 40 миллионов на город. Там требования, насколько я узнал, отдел предприниматель с этим делом занимается. Кто должен в этом тендере участвовать, он должен иметь около 8 миллионов налог. То есть нет они подходящих? Не было, не было. Первый раз не было. Сейчас на второй раз отправили тендер. Чуть посмотрим. Зимой. Для чего зимой? Потому что в октябре был свободный остаток 8 миллионов. Свободный остаток, вы знаете, это после года остается. Отдел дорожного остаток попросил. Говорит, будете ли мы? Я говорю, буду. Октябрь же. Октябрь, говорю, хорошо. Ну а там вот это вот пока эти деньги через Маслихат, это все, оказывается, садится же через Маслихат. Это все пока пришло, был декабрь. Но по всему Казахстану, я узнавал, по всему Казахстану делать самое главное, соблюдать надо технологию. Старые поля фильтрации были вот за городом, 41 гектар земли. Там где-то около 40 отчеков было. Сейчас перевели его на 10 километров, там 71 гектар. Сейчас тот же завод, те же сбросы от отхода нашего города, сейчас туда все перевели. Так почему уже до сих пор пахнет? Ну, это же, это, я уже, почему, откуда, я знаю почему. Там те поля уже, они, ну может остатки, которые вот остались в этих полях, но там еще половина полей уже рекультивацию проявили. То есть вы считаете, что не пахнет? Я лично, я в этом городе живой, я сам пятое поколение жителей этого города, сарских времен. Этого запаха вот ближайшее время чувствуют. Давайте спросим у местных прожителей города в пятом поколении. Минус, минус. Почему минус? Потому что мы его вообще не видим. Что сказать? Продукты все дорогие. Ну, я тоже не вижу, если честно. Если честно, не вижу я. Конечно, минус. Плюс? Минус, минус. А, минус, минус? За что минус? Ну, а что? За дорогу. Потому что мы водители, нам надо хорошей дороги. Плюс, конечно. За что? Ну, как за что? За руководство. Справляется с вами, да? Да. А почему так считаете? Потому что он делает государственные дела все. Абсолютно все делает. Абсолютно все? Да. Можете пример привести к единому делу, который он сделал? Ну, в принципе, не знаю, но он делает все это. Понятно. Нет, нет, нет. Не работает? Не работает. Почему? Потому что условия не создаёт. Сильных изменений ничего не вижу, да? Что ставишь? Плюс или минус? Минус, наверное, потому что не вижу, да? Наверное, да. Почему вы так считаете? Ну, потому что улица уже везде асфальтирована у нас. Ну, так-то строится чем-то. Плюс, плюс. За что плюс? За всё плюс. За всё плюс? Ну, плюс поставим. За что? Потому что у работы, я не знаю конкретно. 50 на 50. Кому-то работа Акима нравится, кому-то нет. Эфирное время нашей программы ограничено и не позволяет поставить всё, что сказал нам Аким города Жаркента. Но то, что не вошло сегодня, мы обязательно покажем в следующем итоговом выпуске Палматинской области. Например, вы узнаете о том, сколько стоят часы градоначальника и почему наш разговор зашёл о нижнем белье. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова